Приветствую вас. Что делать, чтобы что? Надежда. То есть цель-то какая? Чтобы ребёнок начал читать или может быть имеет смысл попытаться прислушиваться к ребёнку и понять, что конкретно ему допустим не нравится, что конкретно его как бы раздражает, что конкретно его напрягает, что его беспокоит, почему он так вот реагирует. Да. То есть что вы хотите? Чего вы хотите? Конкретно вы чего хотите в этой ситуации? На мой взгляд, на мой взгляд, если мы говорим о ребёнке, то есть если мы ориентированы на ребёнка, вот, то в этом случае нам нужно... как бы так сказать. Нам в этом случае нужно понять, что ему не хватает в первую очередь. Ребёнку. Вот. Нам важно это понять. Если мы понимаем, что ребёнку не хватает, то мы сможем ему это дать. Это может быть индикация обстановки в семье. Такое бывает. То есть если в семье что-то не так, если в семье какой-то наблюдается диссонанс, какие-то проблемы, вот, то ребёнок он это может чувствовать и соответственно реагирует. Вот. Может быть ребёнку банально тяжело учиться просто. Такое тоже нельзя исключать. Поэтому лучше всё-таки если вы перестанете, наверное, его прям заставлять, да, её должны заставлять, вот, и всё-таки как-то вот поприслушивайтесь к ней, что нужно, чем она нуждается. Вот. Больше свободы предоставить ей. То есть ну пусть там по получателям немного плохих оценок это не будет критично. Вот. Может быть ей в школе что-то не нравится её. Такое тоже может быть. Причин может быть масса. Мне кажется, что оптимально, конечно, провести полноценную беседу с вами, если вы действительно хотите решить вопрос. Вот. И уже на беседе, да, понять, что конкретно вашего ребёнка беспокоит. Вот. Потому что, ну, то, что вот вы описываете сейчас, да, это прямо, ну, скажем так, очень мало. То есть вот, для ребёнка, да, который, по идее, самое важное для вас, да, ну, одно из самых важных. Вы пишите буквально одну строчку всего. Вот. Мне кажется, что это, ну, так нельзя. Мне кажется, что нужно подробно эту проблему. То есть либо вы, не знаю, не верите в то, что проблема решает, тогда зачем ещё пишите. Либо пишите просто для галочки. Вот. По факту не желаю ничего менять. Нет. Вот. Ну, это, что же, на мой взгляд, опять же, постоянно это время. И нашего его, и вашего, и вот. То есть так, мне кажется, делать тоже деструктивнее. Вот. Очевидно, что ребёнку вашего что-то беспокоит. Очевидно, что у ребёнка есть какие-то сейчас факторы, которые его раздражают. Вот. Очевидно, что своими истериками он пытается, она пытается привлечь ваше внимание к себе. Вот. Она пытается это сделать. То, что у неё не получается, ещё больше, соответственно, вгоняет её, ну, в беспомощное состояние. Вот. Поэтому... в первую очередь, ребёнку нужно услышать. Услышать нужно в первую очередь ребёнка. Аааа... Попытаться понять, что нужно ребёнку. Вот. И уже, исходя из этого, да. Уже... можно будет что-то говорить, да, исходя из этого уже можно будет что-то вам рекомендовать, вот. Так вот мне, в принципе, это видится, так мне, в принципе, это представляет, представляется. Вот, ни в коем случае не хочу со мной спорить, ни в коем случае не хочу сказать вам дискуссию, вот. Но, на мой взгляд, то, как сейчас вы поставили вопрос, значит, обучение, да, он этот вопрос явно ребенка травмирует и вызывает у него отражение, вот. И я предлагаю вам задуматься о том, что для вас важно в первую очередь. То есть вам важно, например, успеваемость человека, маленького человека, вам важна успеваемость. Или вам, ну, все-таки, важно, чтобы ему было хорошо, чтобы ребенку было комфортно. Вот, что, что, где, вот, ваш приоритет. Мне кажется, что это, вот, тоже очень, очень важная история, и я бы не рекомендовал вам на это закрывать свои глаза. Обращайте внимание на все-таки духовную близость с ребенком. Обратите внимание на то, как вы общаетесь с дочерью своей, вот. Обратите внимание на то, как вы с ней взаимодействуете, вот. Обратите внимание на то, что вы делаете, вот, с ней, то есть, вот, ну, как бы, если у вас какие-то совместные занятия, совместные какие-то... ну, какие-то действия совместные, да, и так далее, вот. Потому что, если нет, то нужно срочно, срочно нужно сделать, чтобы были. Потому что, для ребенка, вот, сейчас, на данный момент, не так важна учеба, как важна именно, вот, связь. с вами, например, связь, а с близкими, вот. И если, там, грубо говоря, она не справляется с чем-то, вот, то ругать ее за это точно не нужно. Все будет бояться, все больше, все сильнее будет бояться, ничего, в итоге, вот, не получится хорошего, совершенно, вот. Так что, на эти внимание, на это я рекомендую вам обратить свое внимание, на все, вот. вот, и, соответственно, все, из этого, вероятно, исходить, вот. Ну, и, соответственно, будет идеально, если вы сами для себя определите, что именно вы хотите. Именно, 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 что вам нужно, что вам нужно. Вот. Тогда это было бы идеально. Потому что вы, так вот, спрашиваете, да? Что мне делать? Вот. Вот. Ну, такая. Что делать? Что делать, чтобы что? Это должна быть. Цель какая-то должна быть. Понимаете, если цели нет, то, соответственно, есть проблема в том, чтобы предпринимать какие-то, ну, какие-то действия, да, какие-то шаги и так далее. Вот. Так что, с этим вам тоже нужно определиться, на мой взгляд. Вот. Вот, примерно, примерно так, я думаю, вам можно ответить. Надеюсь, что это было для вас полезно. Надеюсь, что это было для вас полезно. Смотрите, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете проконсультироваться. Вы можете задать мне игличку, я буду рад вам помочь. В идеале, будет, в идеале, если вы обратитесь, значит, за индивидуальной консультацией. Вот. Вот. Мы все обсудим. Вот. И вам, вам можно будет дать какие-то рекомендации, да, что, ну, для... выполнения. В домашних условиях. Вот. И тогда, мне кажется, что все будет нормально. Сейчас все может нормализоваться. Вот. Вот. Ну, это только, вот, в том случае, да, если вы все-таки решите обратиться. А так, это... это... это просто, вот, гадание, да, в пустоту. Что... Что может быть, как может быть. Прямо, понимаете. Ну, то есть, неэффективно. Подобная политика очень неэффективна. Вот так, на этом все. Я очень надеюсь, что помог вам, и хоть немножко. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Значит, не забывайте об этом. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Да. Он мне нравится. Гр. И, какajuığи телефона был нужен. Стоит.